Снимать безмозжение. А, даже так. Я говорю, подожди. Берите камеру, я вас заслужу. Я заслужу вас. Даже так. Берите камеру, я вас заслужу. Берите камеру, я вас заслужу. Как думать. А за что забрали? Мы стояли, взяли БИ, мы ждали ТАПИ. А кто такой? 002118. Вы кто такой? Вызовите ответственного на место. Он влезает. Я вас заслужу. Я вас заслужу. Я вас заслужу. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Здравствуйте. Все нормально здесь? Все хорошо? Нет. Хорошо. А что случилось? А вы тут. А что такое? Гражданин РФ. Вы подошли к нам, влезли в нашу деятельность. Послушайте. Полицейство. Давайте, если вы ко мне сейчас обращение делаете, вы для начала представьтесь. Вы, во-первых, кто такой? Вы подождите сами, влезли в нашу деятельность. Давайте, я гражданин. Вы сейчас ко мне делаете обращение, верно? Вы влезли в нашу деятельность заходить. Давайте мы сделаем так. Вот мы раз... Давай я тоже снимаю. Я тоже снимаю. Чтобы мы будем... Да, вот красиво, чтобы было. Я тоже снимать не умею. Вы не имеете права снимать без разрешения. А, даже так. Я говорю, подожди. Берите камеру. Я вас засужу. Я засужу вас. Даже так. Поехали. Обалдеть. Так, политесты, представьтесь. Представьтесь, политесты. Поехали, поехали. Политесты, я говорю. Дерите камеру, пожалуйста. Дерите камеру. Я посажу. Да, как думал. Номер, 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 полицейский. Номер, номер, полицейский. Кто такой вообще? Вот. 0-4-34. Вот это деловой. А кто это такой у вас? Он теперь по полной программе ответит за все свои. Кто это вообще такой? Полицейский. А фамилия у него как? Фамилия, не знаю. Давайте сделаем так. Вы вместе в наряде? Мы вот вместе с ним. Мы в твоем месте. А он каким образом здесь оказался? Он тоже, наверное, несет тут службу. А зачем он сюда приехал? Нарушали эти... Аксердивное право нарушения. Распитие алкогольного... Распитие алкогольного броняк. Почему все так повел? Я знаю. Вы лучше вам скажите, почему так заболел. Откуда? Как вы думаете, это нормально вообще в детстве? Я думаю... Нет, так что вы посмотрите. Нет, так что вы посмотрите. А за что забрали? Ну, мы стояли, взяли пиво, ждали карты. Они нас забрали. А, то есть не распивали даже алкогольный аппетит? Нет, они стояли. Мы стояли... Полицейские, можно вас... Скажите, вообще ситуацию, осветите, что здесь было? Распитие алкогольный продукт. Девушка говорит, что они не распивали, стояли просто с бутылками. Двое граждан распивали алкогольный продукт. То есть конкретно есть, потому что они распивали. Конкретно видели, да, конкретно все, есть свидетели, есть, все, конечно. А вы говорите, они не распивали, стояли просто с бутылками. Да, мы поставили бутылку туда и стояли. Они подошли и сказали, что... Но они не распивали граждане его. Они открыты были? Нет, сын вообще не распивал. Бутылка стояла, он пошел туда, в руках у него не было, это честно. А муж, он держал в руках бутылку, но он не пил ничего. Что мой сын пошел туда, и увидел вас, я в руках. Приведи нас, приведи нас, данные граждане. Мы граждане поставили бутылки, открытые бутылки, которые были отбиты. Приведи нас, приведи нас, поставил бутылку и ушел за угол. Нет, нет, не приведи вас, неправда, он пошел сам по себе, честно. А потом он вернулся из-за чего, что сказали, что мы ему скрипали, что нельзя открыть. Понимаете, есть свидетели данного факта, вот этого всего. Нам нет проблем, понимаете, вы хотите обращение к вам взятым просто, когда пойдем, мы заработаем. Хотелось бы узнать непосредственно вашу фамилию, мимо отчества, удостоверение ваше. Можно будет посмотреть, это первое. Второе, как бы, мы общественное движение, дорожный контроль. В основном наша деятельность, это сотрудники дорожной патрульной службы. Но теперь, благодаря вот тому инспектору, вы ему этот период передаете, мы плотно займемся ППС. Пожалуйста, братчик полиции Малюкал. Тудники Игорь Валерьевич, полицейский водитель, младший лейтенант полиции. Так, а вот здесь у нас, это у нас выдано, правильно? Здесь действует, до какого, это у нас выдано, когда. А действует, до какого. О, вот, можно вас еще раз? Документы ваши, документы ваши. Я спрашиваю вас. Документы, вы кто такой? Так, 002118, вы закрывайте жетон. Вы кто такой? Вы удостоверение, пожалуйста, ваше. Вы кто такой? Вызовите сюда ответственного, пожалуйста. Вы кто такой? Мы дальнейшие действия будем только согласны, но вызовите ответственного на место. Вызовите на место ответственного. Вы выполните эти требования, мы как гражданина. Вы выполните. Вызовите ответственного. Вы 봐те. Вы кто такой? Вы подошли и влезли в нашу деятельность. Вы не имеете права никакого влезать в нашу деятельность. Вы не имеете права 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 влезать в нашу деятельность. Фамилия ваша как? Серов Вадим Юрьевич, ваша как фамилия? Ваша фамилия? Ваша фамилия? Я не верю вам, ваш паспорт. Представьтесь, пожалуйста, введите себя адекватно. Я вас прошу предоставить свое удостоверение. Вы кто такой? Предоставьте свое удостоверение. Вы обратились к чему? Предоставьте свое удостоверение. Я запрещаю вам снимать меня. Татя 5, пункт 5. Что дальше? При обращении гражданина, вы обязаны представиться... Гражданин обязан представиться. Полицейскому, потом... Закон о полиции с собой? Они с собой? Вы не знаете своих прав. Послушайте... Откройте... Вы запрещаете? Запрещаю. А вы знаете, что деятельность полиции гласная? Да, вы не можете запрещать вообще! Могу. Даже так? Сейчас отсюда, вы никуда не уезжаете! Ответственный приедет! Мозги будем управлять! Мозги будем вправлять, ответственное сейчас приедет и все будет хорошо Ответственное вызвало, вы не уезжайте пожалуйста Ответственный должен приехать Сусов эти кадры посмотрит, вы на ковре будете у Сысоева, понимаешь? Да не буду на ковре, понимаете, вы в суде будете со мной Я даже к вам не могу обращаться на вы, только на ты Тем более человек вообще в форме, недостоверение, может вообще убрать им Я жду ответственного Не уезжайте, а останьте все Хорошо, здравствуйте, вы наверное будете мне принимать заявление? Ну скорее всего Замечательно, я что бы вы имели ввиду, я введу видеосъемку Надеюсь вы мне запрещать этого не будете делать Ваши правы Ставитель влазит несколько сотрудников полиции, несколько граждан Что-то недолго общается Ну думаю, что достаточно долго, да я подойду, посмотрю Вообще, поинтересуюсь, может быть помощь граждан нужна, может быть сотрудников полиции Ну то есть вообще разобраться в ситуации Подошел, поинтересовался у гражданки Гражданка сначала так как-то ответила То ли вроде как все нормально, ненормально А в итоге говорит, что ненормально Я говорю, что конкретно И тут сотрудник полиции 02-18, который 00-21-18 Он не представил, не начал говорить Вообще, в принципе, я Давайте сделаю так Видео у меня есть Я сейчас вам аудио сначала включу Вы послушайте А можно вот поинтересоваться Вот с гражданами, что сейчас Которые Этих забрали Легше привезли только вот одних Сейчас больше никого на этом не было Можно узнать Где к судьбу Где к судьбе Пойдем Подержимая часть Господеческая, я вам отдал Да, 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 все Отдали Все, отдали Это я Это номер ваших заявлений Зарегистрировано 3439 Это телефон нашей дежурной части А в вашем фамилии, имя, отчество и фамилия как? Киев Вот действительно, как все время полиция работает Никаких запретов Это законно Так, а вы мне распишитесь То, что вам получили Здесь Так Расшифровка, если он целый Нет, просто Нет, просто Могу поинтересоваться, что с теми гражданами Сейчас я объясню А с каким Ну, вот двоих привезли сюда Это мой молодой человек И его папа Это Наверное, если они оформлены Значит, статья 20-20 Распитие Распитие Причем, если они отделались Конечно Они уже откушены У нас меньше 10 минут не держат Они обучены Я просто не пойму На месте они не могут оформить Не имеем права Человек обучен Понимаете Пойдем-то я командировал этого гражданина Пойдем-то Отлично Отлично С заседанием Если можно, хотя бы поинтересоваться Что там, как получилось Да я могу и видео, аудио Это самый лучший Как раз наш замечательный сотрудник полиции Вы уже заладили одно и то же повторять Честно сказать Да я поможу Я просто покажу Присаживайся Именно включи Присаживайся Материал, если нужно будет предоставить Я предоставлю с удовольствием Чтобы посмотрели Вы уже и так видели Но сами видите, что здесь от начала до самого конца Это я понял Мы уже так понимаем Мы положительные Ну и скорее Ну это слушай Вы настроены конкретно, так я понимаю, да? Конечно, да Это отдано Регулировать мы никак его не будем Нет, нет, нет Если он извинится, принесет извинения Публичные Он может... Он публично А для полиции это как бы... Он может извиниться каким образом В любом случае заявление-то оно есть Никуда не денется То есть вы уже зарегистрированы Держимой части Никаких вариантов там не можем Я понимаю, что это и для вас нехорошо Ну... Да это в целом, скажем так, не только лично Для меня Мы как бы, он был подчинен вообще По институтам для Воронежской полиции Что мы представляем Да, но вот такие вот кадры служат Это вообще неперпитентность полная Это однозначно он должен понести наказание В строгом соответствии с законом Потому что я еще буду дублировать это в СУСК И в прокуратуру Чтобы он точно понес наказание Как требует его закон Потому что такое отношение к гражданину Ну, не знаю Я не потерплю и не допущу никогда Чтобы к другим так отношения такое было Нехорошо Это сам прекрасно, видите Я еще, знаете, так скажу Я подходил, я камеру не включал Диктофон на всех случаях Ну, когда он начал первое его движение в мою сторону Со словами Вы почему лазите Я увидел остекленевшие глаза Я понял, что он может себя вести неадекватно Если я буду общаться без камеры То есть он мог бы себе позволить гораздо больше Если бы я не осуждал Я понял, что ваше первое слово было Что здесь происходит Да, да Что здесь происходит, я у женщины спрашиваю Она сначала Я говорю, все нормально Я говорю, нет, нет, нет Ну, вы обратились сначала к женщине Памятник сотруднику полиции Да, да, я с ней общался А сотрудник полиции уже подошел В лесах, скажем, в наш дело А потом надо было бы, конечно, не он Ну, план, не суважен, пускай разбирается Просто надо было бы, чтобы он вам дал разъяснение Согласно главы пятой Причину задержания гражданки Если он хотел ко мне обратиться Он должен был обратиться В соответствии закона все Александр Юрьевич, да? Вадим Юрьевич Вадим Юрьевич Серов Серов Вадим Юрьевич Вадим Юрьевич Ну, в центральном районе мы ни разу не сталкивались За это первый раз у вас здесь Ну, значит Те полицейские, которые там остались Абсолютно молодцы То есть, как бои и до спусты Да, ну в этом, какая тут деятельность Мы обязаны разъяснение давать Ну, если гражданинное облачение Мы обязаны дать разъяснение тут И противоречивым Мы исполняем закон Мы не нарушаем его Это у нас единичный случай Так что, я надеюсь, у нас в дальнейшем такого не будет Потому что Предзявление все вам написано Зарегистрировано Я понимаю, конечно Как положено, да? Приезжайте, приезжайте, приезжайте А, это как положено Объяснение Ну, что, дежурка, говорят Нечем дежурить Ну, езжайте работать Работайте Потом по окончании службы Все Раппорт Доложите рапорт на командирование На имя командира Я все остановлюсь А, все, езжайте Ну, все, езжайте Пацан Ну, что там, не знаю Вязать сумму, где здесь Там все видно Ну, что я могу сказать Я приехал, ну, просто решил Просто на нас настроен Целенаправленно Тут я ничего не могу помещать Я пытался просто Как бы Помирить сторонами Противоборствующим Ну, как бы Я так понимаю Никакого противоборствования вообще нету Есть просто нарушение С точки зрения закона Современной полиции По-хорошему Это все законы Для меня вот так По-хорошему Ну, здесь есть Что вы там Поведение Могу сказать Просто когда Знаете у нас в чем Сейчас строится На том, что Ну, давайте как бы Договоримся, что Ну, вот Он понесет нам наказание Там по-человечески Все, мы его там и ругаем А на самом деле Вот как раз вот Когда Сотрудник полиции знает И вообще любой гражданин знает Что всегда можно договориться Там Как бы там не было Каким-то образом То можно всегда И так же и дальше Продолжать нарушать Потому что, ну, если что Мы там договоримся И все как бы решится Все нормально А когда каждый раз Будут именно с точки зрения закона Дожимать до конца Причем по самой полной программе Вот тогда что-то изменится Спасибо В любом случае Спасибо за реакцию И надеюсь, что все-таки Это больше не повторится Все, до свидания Все, удачи Все, счастливо А до какой цели фиксируете Мой номер? А до какой цели вы фиксировали? Вы хотите познакомиться поближе? Судебный вопрос Сотрудник полиции Нельзя так себя вести Всех приветствую на нашем канале Всех участников нашей группы Всех подписчиков нашего канала С прошедшим праздником вас всех Милые дамы Видение, которое вы сейчас увидели Недопустимо В любых ситуациях недопустимо То есть здесь налицо Полное незнание служебных обязанностей Приказов Законов Честно сказать Мне даже комментировать это не очень хочется Настолько Настолько Маразматичная ситуация И высосанная из пальца Что Ну я Я честно говоря думал Что такого нету вообще В принципе у нас здесь в Воронеже Но оказывается есть Я так думаю После этого Случая Нужно не только Дорожно-патрульной службой заниматься Но и служба ППС То есть мы теперь будем С сегодняшнего дня Реагировать Смотреть Наблюдать Как сказал Сотрудник полиции Влазить в их деятельность Слава Богу нам позволяет Это делать закон Федеральный закон И полиции Мы обязательно будем Контролировать теперь И эту деятельность Ну Как получаю Как видимы Это нужно Это нужно Мы это будем делать Тому сотруднику полиции Хочется пожелать Что все-таки Он Поменял свою позицию По отношению к гражданам Чтобы он не хамил Чтобы он наконец-то взял Федеральный закон о полиции Изучил его Изучил так Чтобы он запомнил Все статьи Которые там есть Свои права и обязанности Он знал права граждан Он их разъяснял Чтобы таких нелепых ситуаций Больше не было А самое удивительное Мне кажется Он все-таки Никогда не поймет Но я буду все надеяться На то что он поймет Но уезжая Уезжая Оттуда Он записывал Мой госномер Моего автомобиля Для того чтобы В суд подать Но смешно 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 Я даже не пойму На основании чего И зачем И как он может Что он подать Ну посмотрим Я буду рад С ним встретиться в суде При любых обстоятельств Не позволяйте Никогда Ни в каких условиях Обстоятельства Так вести с собой Если Вот такая ситуация Возникла Фиксируйте Фиксируйте аудио Фиксируйте видео Чтобы вам потом доказать Потому что если вы не зафиксируете То что происходило Наказать инспектора Там любого полицейского Практически нереально В его Словах Ему Так скажем Его руководство Поверит Больше чем вам Соответственно Только фиксация Вам в помощь И всегда идите до конца И никогда Ни с кем не договаривайтесь Если вы Идете до конца Вы тем самым Облегчите жизнь Не только себе Но и другим Потому что Смотрите Они будут постоянно Пытаться договориться Да Там нарушили Заявление написал Да может заявление заберете Ну давай договорись по-человечески У них по-человечески Это значит Мы договорились А потом сделают То же самое Только с другим гражданином Вот вы Когда доведете все до конца Его накажут по закону Сейчас он подумает Головой своей И Сделать все по закону Либо просто Он не будет В эту ситуацию Влазить Он поведет себя Более сдержанный Ну по крайней мере Вот того что мы видели Этого не будет И я больше чем уверен Если бы не включил бы камеру Он мог бы себе позволить Гораздо больше Чем он позволил себе С камерой Хотя даже с камерой Он особо не стеснялся Но мы все можем догадываться Что было бы без этой камеры Так что вооружайтесь Камерой Вооружайтесь диктофонами Любой диалог ваш Любой абсолютно Где бы он не был Но с сотрудниками полиции Вообще В принципе себе Всегда Забить В памятку Так скажем Все должно Фиксироваться Только тогда Вы сможете добиться Хочу вам всем сказать Огромное спасибо Что нас смотрите Даже самые Неадекватные Неадекватные Комментарии А всем тем А всем тем Кто нас поддерживает Кто нас постоянно Смотрит Любит Огромное вам спасибо Без вашей поддержки Ничего этого не было бы Так что смотрите Зовите друзей Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Даже дизлайки Это хорошо Ну конечно лайки Как то На душе приятно И когда положительные комментарии Тоже на душе Душа радуется Хочу отметить Полицейского Который Принимал Непосредственно Мое заявление Объяснение брал Вот это действительно Сотрудник Полиции Знает законы Я у него Поинтересовался Я его поставил В известность Хотя в принципе Мог бы этого не делать Но я думаю Это будет честно Если я так Сделал Сделаю На что он мне нормально Все ответил Вы можете фиксировать Без проблем То есть вы сами видели Что Абсолютно никто Не препятствовал Все шли на садист Приехало руководство Да я понимаю Руководство конечно Неприятная такая ситуация Что Вот их подчиненным Так себе повел Но Как вот руководство Да узнает Как себя ведут сотрудники Вот благодаря нашим Кадрам Видео нашим Да они смогут посмотреть На реальную работу Их сотрудников Подчиненных То есть Мы только Мы только Мы за полицию И хотелось бы Чтобы у нас служили В полиции Достойные люди Которые действительно Хотят Защищать Помогать гражданам Да А не заниматься Унижением Побором Вот это недопустимо Таких сотрудников Нужно увольнять Палкой гнать В шею Я думаю со мной Руководство МВД Будет солидарно Все таки мы на общее благо Стараемся Всем пока До новых встреч Давайте Субтитры сделал DimaTorzok